В Лондоне сегодня расскажут все о допинге. Вторую часть доклада представит Ричард Макларен. И не исключено, что Россия вновь попадет под удар. Депутаты Госдумы ожидают именно такого развития событий. Никакой он не независимый эксперт Ричард Макларен, который сегодня подготовил второй доклад, и мы вот его так здесь хотим продемонстрировать, здесь герб Следственного комитета. И где он его публикует? Опять в Лондоне, в этой немеркнущей цитадле демократии, справедливости и свободы. Мы его приглашали в Москву, этого Макларена. Говорим, сэр Ричард, приезжай сюда. Никто так не заинтересован в том, чтобы наказать виновных. Дайте нам факты. Не надо словоблудию. Дайте фамилии, записи, переписку, если она у вас есть. А если нет, то прекратите шантажировать Россию. Ну а накануне в Москве прошел Бал Олимпийцев. Так совпало. Это ежегодное торжественное мероприятие, где чествуют призеров. Этот праздник был, конечно, подпорчен. Решение Международного Олимпийского комитета, который продлил санкции в отношении России. А их ввели летом в связи с допинговым скандалом. На санкции продлили до следующего уведомления. Это была цитата. Но понятно, что на Балу Олимпийцев это была одна из главных тем обсуждения. Так же, как, впрочем, и сегодняшний доклад Макларена все ждут. Очень сложно чего-либо ожидать от такого доклада, потому что первый доклад поверг просто в шок, наверное, все российское спортивное сообщество. Очень надеюсь, что во второй части доклада будет все-таки что-то и о спортсменах из других стран. Потому что невозможно такое давление оказывать исключительно на одну страну, на Россию. Ничего хорошего. Я не думаю, что будет какой-то позитивный результат для нас. Но, естественно, мы должны отстаивать свою честь и достоинство. Ну, вообще, есть и версия, что после доклада Макларена ВАДА будет добиваться запрета. Полного запрета проведения в России всех международных спортивных соревнований. Даже включая чемпионат мира по футболу 2018 года. И это, конечно, самый пессимистичный вариант. Ну, а вторая часть доклада, как ожидается, будет посвящена допингу на Олимпиаде. В Сочи отдельно могут рассказать про эту историю, как пробирки с допинг-пробами меняли на чистые через отверстия в стене допинг-лаборатория.